Опасные моменты у ворот, подкаты, дриблинг. На поле игроки чувствуют себя вполне уверенно. Среди них есть и новички, и те, кто гоняет мяч в соревнованиях не в первый раз. Организаторы отмечают, подобные состязания для зависимых – возможность восстановить физическую форму. Какой захотел реабилитационный центр, тот мы и приглашаем. Количество команд мы больше восьми не можем провести просто по объективным причинам. Вот сейчас, например, формат игры 10 минут, два тайма по 10 минут. Такого же практически не бывает. Но для их физического состояния, для их уровня мастерства будет этого вполне достаточно. Провести соревнования по мини-футболу впервые решили 10 лет назад. На поле сошлись тогда 8 команд. Участникам турнир понравился и жизнеутверждающий проект в итоге стал традиционным. Правда, впервые в этом году из-за пандемии матчи прошли без зрителей. Ребята реагируют с охотой, потому что они занимаются, потому что они знают, что если, допустим, раньше человек употреблял и спортом не занимался, то физическое состояние его, соответственно, ухудшалось. Во время прохождения реабилитации физкультура, она очень помогает восстановить физическое состояние человека. По мнению специалистов, именно спорт играет ключевую роль на пути к реабилитации зависимых. И дело не только в восстановлении физической формы. Активные упражнения, азарт, борьба, причем не только с соперником, а главное с самим собой, своими слабостями, помогают обрести уверенность людям, которые когда-то морально надломились. Сами участники признают, спорт мотивирует их на трезвый образ жизни, укрепляет дух. У меня появились хобби, которые на созидание, так скажем, идут, на восстановление организма. Ну, плюс ко всему, помогают почаще с ребятами увидеться. Это спорт. Да, конечно, хотелось бы выиграть, да, то есть есть определенный момент, так скажем, волнения. Но это приятное волнение. Я думаю, что здесь напряженности какой-то, вот ее не будет больше, так сказать, душой отдыхать. Сегодняшние футболисты призывают молодежь сознательно делать выбор на спорт и здоровый образ жизни. Исправление ошибок, по их словам, требует много времени. И дается не всем. Никита Ромаков, Александр Антропов. День с толком.